И последнее, что нужно сделать для подлокотников кресла в таком рабочем процессе моделирования органики, добавить детали. Сейчас уже много есть деталей на кресле, пришедших с текстурной карты или картой нормалей, но то, что еще не видим на нем, такие шляпки обойных гвоздей по фасаду подлокотников. И этот шнур дополнительной окантовки, который обходит периметр подушки. Хотя на самом деле добавлены детали и текстуры высокого разрешения, но этого будет недостаточно, чтобы реалистично показать указанные детали. Итак, давайте посмотрим, как сможем это сделать. Можно было бы просто создать модель шляпки и затем последовательно дублировать ее по местам размещения, но это займет очень много времени, так что давайте взглянем на метод, который может значительно ускорить это. Первое, что делаю, иду в слои и скрываю подушку кресла. И сейчас установлены все эти настройки в сцене файла 05.06.start. Выбираю всю геометрию и собираюсь установить настройку Live Surface, живая поверхность. Следующая вещь, которую нужно сделать, создать кривую на этой области кресла, по которой и пройдут шляпки гвоздей. Начинаю здесь, кликаю последовательно по ходу и точки кривой примагничиваются непосредственно к поверхности геометрии кресла. Все, что нужно сейчас сделать, это убедиться, что получаем нужное очертание кривой, а функция Live Surface позаботится обо всем остальном. Итак, просто быстро прохожу и кликами рисую кривую таким образом. И не обязательно быть слишком осторожным с этим. Добавляем столько точек, сколько, по нашему мнению, нужно и не надо замыкать кривую. Как-то так. Нажимаю Enter, чтобы зафиксировать результат. Следующая вещь, которую собираюсь сделать, выполнить процедуру размещения объекта в шляпке по кривой, что на самом деле будет использовать интервалы контрольных точек, чтобы равномерно заполнить кривую. Однако метод, которым я только что поместил точки на глаз, не даст нам такого хорошего аккуратного результата, как на референсном изображении. Поэтому выбираю эту кривую в режиме объекта, иду в меню Curves и далее собираюсь перестроить ее через команду Rebuild. Сначала сбрасываю здесь текущие настройки, выбираю эту опцию перестройки однородного типа с определенным количеством пролетов или контрольных точек. Ввожу здесь число 100 и нажимаю Apply. Вы вряд ли увидите здесь заметные изменения, пока не перейдем к команде Control Vertices. И теперь видим, что 100 этих контрольных точек равномерно разместились вдоль кривой, что поможет нам в следующем шаге. Далее я уже выполнил те же действия для второго подлокотника, и тоже в слое Chair Back Curves, где, как можете видеть, теперь есть такая похожая кривая по боковой стороне спинки кресла. Если посмотрим на референс, то видим эти шляпки гвоздей, бегущие таким образом по траектории кожаной обивки. Итак, что нужно сделать, чтобы создать эти шляпки? Посмотрите сюда. Я просто взял примитив куба, подразделил его двойным сглаживанием, и это на самом деле будет работать очень хорошо. Вы можете использовать полигональную сферу, но проблема с ней заключается в том, что надо вытягивать ее вверх, а это везде дает квады, что действительно отлично здесь. Итак, следующее, что нужно сделать – размножить их. И, честно говоря, я не знаю сколько. В этой конкретной процедуре это будет просто метод проб и ошибок. Иду в Edit Duplicate Special, открывается диалоговое окно, сбрасываю настройки, оставляю все эти параметры перемещения, поворота и масштаба, и попробую назначить 100 копий дублей. Этого может быть слишком много или наоборот недостаточно, но пока просто нажимаю Apply. Никаких изменений не видим, потому что я не указал никаких изменений позиций. Открываю здесь Outliner и теперь можем видеть, что на самом деле здесь есть сотни этих объектов. Выбираю этот Cube 3 и с нажатой Shift выбираю все до 102-го экземпляра. Затем удерживаю Shift плюс кликаю эту созданную ранее кривую, что является командой раскладки объекта вдоль кривой, которая на самом деле находится в меню Modify Snap Align Objects Position Along a Curve. Итак, делаю клик и все 100 объектов шляпок гвозди размещены равномерно по кривой. И, как я уже сказал, это процесс проб и ошибок. Так видим, что сейчас они слишком близко расположены, даже перекрывают друг друга. Так что делаю отмену Ctrl-Z, иду в Outliner и снимаю выбор с нескольких из этих объектов. И снова сколько точно нужно, я не знаю. Попробую 85. Снова есть выбранная кривая, есть определенный выбор шляпок гвоздей и снова возвращаюсь в Modify Snap Align. Вынесу это меню отдельно, чтобы делать это немного быстрее в следующий раз. И снова Position Along a Curve. Нет, их все еще слишком много. Так что пробую еще раз. Давайте уменьшим выбор, например, еще на 15. Итак, сейчас выбрано 70 и снова нажимаю эту команду Позиционировать по кривой. Похоже, сейчас угадал. Можно остановиться на этом. Да, так будет хорошо. Далее просто копирую этот один объект шляпки, перемещаю сюда влево и настраиваю выбор. А здесь выберу это множество таких объектов и удалю. Итак, делаю выбор здесь и собираюсь взять все такие объекты, которые создали, просто чтобы немного очистить Outliner. Нажатием Ctrl G создаю из них группу и даю ей имя левой шляпки. Выбираю это, возвращаюсь к Duplicate Special и на этот раз сразу назначу число равное 70 и нажимаю Apply. Все они на самом деле уже выбраны, так что выбираю эту кривую, а затем просто повторяю тот же процесс позиционирования шляпок по ней. Избавляюсь от этого лишнего набора объектов и далее надо будет проделать то же самое для этой области спинки кресла. Здесь потребуется гораздо больше шляпок, просто из-за намного большей длины кривой, по которой пойдут шляпки. Итак, опять же, давайте снова пройдем пробный процесс, снова Duplicate Special и назначаю теперь число шляпок равное 300. Итак, они выбраны, беру эту новую кривую и Position. Похоже, снова слишком много. Как можете видеть, они сидят прямо друг над другом. Делаю отмену Ctrl-Z и корректирую Duplicate Special. Пусть будет 200. Продолжаю. Да, так неплохо. Теперь, если нужно немного переместить какие-то из них, можно просто делать это по одной, но очень быстрый способ переместить несколько – одновременно перейти в инструмент Move, дважды кликнув на нем в панели инструментов, затем перейти сюда к Soft Selection, включить здесь Soft Select мягкий выбор и изменить здесь Volume на Object. И вот что происходит – кресло по-прежнему установлено на Live и можете видеть, что теперь у нас есть возможность двигать с функцией Falloff. Таким образом, можно очень быстро пройти по группам шляпок, если хотите просто немного сместить их по-разному, где они по-вашему должны быть. Итак, вот результат. Теперь давайте очень быстро взглянем на подушку кресла и на то, что с ней нужно сделать. Есть геометрия подушки и у меня есть эти кривые на ней. И это был тот же самый процесс, который мы уже прошли здесь. Я установил это на Live Surface и нарисовал их в нужных местах, а затем вот что я сделал для создания канта. Создал NURB окружность, поставил ее в начале этой кривой. Мы уже рассматривали раздел инструментов NURB этого кресла, так что просто перейдем к меню Surface Extrude. Сбрасываю настройки, меняю на полигоны и далее можно продолжать с квадами и числом контрольных точек. Включаю эти параметры и CountControlPoint собираюсь установить на довольно большое число. Пробую 3000, Apply. Не думаю, что этой геометрии достаточно, поэтому отменю это и попробую снова. Пусть будет 8000. Да, так выглядит неплохо. Однако дело в том, что эта геометрия не точно соответствует кривой, но на самом деле это очень просто исправить. Если перейдем сюда к опциям Extrude и изменим Fixed Path с выкол на вкл, сработает привязка к кривой. Повторю этот процесс для нижней окантовки подушки. Подготовлено кубом перевод всем. Sufaces Extrude с теми же настройками, включение Fixed Path готово. Итак, отключим кривые и вернем видимость всех созданных ранее частей кресла. Переключаюсь из каркасного режима в затененный и сейчас видим все эти детали на поверхностях с картой нормалий. Единственное, что пока отсутствуют здесь ножки, но это на самом деле очень простые объекты, созданные из примитива куба и есть еще немного очень простых деталей, которые я уже сделал и добавил, так что теперь готов законченный объект с органическими формами. Избавимся от этой последней заклепки, которая затерялась здесь. Я надеюсь, вам понравился рабочий процесс органического моделирования. Это может позволить вам быть более свободным в художественном плане с вашими моделями, когда начинаете моделировать в мае.